Друзья, всем привет! Продолжаем тему подготовки к зимовке. В прошлом видео мы с вами посмотрели, как откачать мед, осушить рамки. Сегодня продолжаем работу. Второй корпус мы сняли, у нас перед нами гнездо 12-рамочный додан. Наша задача его сократить в зиму, какие-то рамки оставить, какие-то рамки убрать. И я сегодня уже буду кормить пчел. 24 августа, уже давно пора. Раньше этого не сделал по причине позднего медосбора. Начался второй. Посмотрите, какая рамочка. Она вся залита, запечатана в этой верхней части, там залита и внизу перга. Хорошая рамка на весну для развития пчел, так как в ней много перги. Но в зиму ее тоже можно оставлять. Я пока струшиваю пчел, чтобы они не мешали поставить рамку. И я их не подавил. Смотрим состояние первой рамки кормовой. Тоже тяжелая. Тут маточка ходит. Сразу видим, что матка есть, все в порядке. Видите, да? Так, ну и здесь такая же ситуация. Я знаю, что у меня на этих кормовых рамках в верхней части 100% весенний мед. Поэтому эти кормовые рамки полномедные я оставляю, если там есть подсолнух в них. За это можно не переживать. Этичного ничего не случится. Главное не оставлять на чистом подсолнухе пчел в зиму. Так, смотрим следующую рамку. Здесь у нас есть расплод на выходе, есть яйца и есть незапечатанный расплод. Естественно, такую рамку мы оставляем. Потому что расплод у нас в нашем регионе будет еще очень долго. Весь октябрь, а еще и сентябрь не наступил. То есть будем наращивать пчелу. Поэтому рамки с расплодом оставляем. Что здесь у нас? Здесь тоже самое. Мы видим рамка частично с медом, но печатного здесь уже не так много. Скорее всего, вот этот незапечатанный, который блестит, пчелы используют для кормления расплода. Обычно они печатные не трогают для критического состояния какого-то. Здесь, да, яйца есть, рамка расплодная. Значит, я ставлю расплодные рамки пока рядом, чтобы не запутаться. Вот на этих двух у меня расплод. Эту рамочку я пока уберу. Покажу потом, куда ее поставить. Потому что мы не знаем, что у нас дальше. Скорее всего, здесь внутри будут маломедные рамки, на которых нет расплода. Так, ну вот смотрите, печатного меда нет, сто процентов. Немножко перги. К тому же она светлая, все нормально. Эту рамку можно убирать из улья. Вот смотрите, такую рамочку я убираю. Следующая рамочка у нас расплодная. Мы ее уберем гораздо позже. В этой рамке матка еще будет не раз откладывать яйца. Может быть еще три поколения выйдет, может быть два. Посмотрим. Следующая рамка, я вижу, что в ней есть открытый расплод. Нечего ее долго рассматривать. Смотрим следующую рамку. По весу очень хорошая рамочка, возможно пойдет в зиму, но на ней есть расплод, я ее тоже оставляю. Таким образом, с расплодом у нас 1, 2, 3, 4, 5 рамок с расплодом. Это хорошо. Не от бруска до бруска, но с расплодом. Это хороший результат. Значит в этой рамке тоже самое. Мёда очень мало, засева нет. Стряхиваем пчелу и рамку убираем. Смотрим, что у нас здесь. Это очень легкая рамка, тут совсем немножко набросали. На этом улье у меня стояло два магазина. Я забрал их полнометными, поэтому в гнезде рамок с медом не так много. Так, ну и эта рамка кроющая, она как правило, полнометная, вся запечатана. Она тоже пойдет в зиму, пчелу и тоже отснижена. Значит ее мы пока оставляем в этом месте. Значит дальше смотрим. У нас была еще рядом с первой рамкой, вторая кормовая. Вот она она, я ее возвращаю. Она пойдет в зиму. В зиму нужно оставить 10-12 килограмм в кормах. Этого будет достаточно для зимы. Так, эти рамки я снижаю плотно. Хорошо, когда есть разделители Гоффмана. Вот такие вот боковые выступы на рамках. Можно двигать сразу по несколько рамок. Смотрим, эта рамочка с открытым медом и пиргой. Мы ее тоже оставим пока в улье. Вот в этом месте. Значит у нас получается две и две кормовые. Раз, два, три, четыре, пять, с расплодом. Итого, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рамок. Этого достаточно на сегодняшний день. Этого достаточно. Матки ездить и сеять. Пчела будет выходить. Она будет снова засеивать. Поэтому в принципе мы сокращаем в этой семье гнездо до девяти рамок. Можно еще сделать все таки вот таким вот образом. Здесь очень много ячеек, которые бы матка могла посеять яйца. И так как до холодов еще далеко, пчелы в любом случае успеют облететься. Я сделаю вот таким вот образом. Вот здесь, где заканчивается открытый расплод, между ним я поставлю эту рамку. Взятка нет. Они сейчас вот на этом меде будут выкармливать расплод. Плюс, разорвав расплод, есть вероятность, что матка еще и эту рамочку засеет. Посмотрим при следующем осмотре. То есть я помню, что одна рамка здесь заведомо лишняя. Заведомо она для подкормки пчел идет. Остальные сдвигаю с кормом. Следующая заставная. Использую вот такие заставные. Что мы делаем дальше? Следующий этап. Устанавливаем подкрышню. Сразу ставлю кормушку. Вот такая кормушка на 2,2 литра. Мне очень удобно с этими кормушками, потому что не надо никакие кульки ложить. Ульки у меня одно время как-то порвался. Один, второй. Все вытекло и я от них отказался. И обратите внимание, заметили наверное, что я использую потолочины. Но не всегда. Зимой я использую пленку. Накрываю гнездо пленкой. Через пленку можно увидеть, где размещен клуб, не открывая пулья. Плюс ко всему удобнее. Зимой через пленку не выходит воздух вверх. А вентиляция у меня сетчатая. Вентиляция идет через низ. Единственный нюанс, такой недостаток вот этих кормушек. Они почему-то сделаны немного коротковатыми. И приходится всегда или планочку, или какую-то бумагу закладывать вот в этой части, чтобы пчелы там не вылазили. Значит, вы видите, я оставил там пустое место. Обратите внимание, вот такую рамочку, которая содержит порядка, наверное, килограмм мёда. Может, рам 800. Я ставлю за заставную доску. Для чего? Для того, чтобы пчелы продолжали переносить мёд с этой рамки в гнездо. Матка будет видеть, что есть прибыль. Пчелы сами будут питаться и будут кормить личинок. Это будет стимулировать пчел на развитие. Значит, аккуратно закрываем крайнюю досточку. Ну и так как у нас немножко оно не срослось, то там тоже нужно закрыть, потому что образуется щель, пчелы вылезут. Эти-то вылезут ничего страшного, а вот другие могут пролезть. Ну и последний этап. Я накрываю подушкой для того, чтобы не было вот этих всех щелей. Пчелы-воровки начинают подлазить под крышку, пытаются залезть, пытаются там найти какие-то щели, сидят, вынюхивают, постоянно они там находятся. Благодаря таким кормушкам мне не нужно закармливать чел по видному времени суток. Я могу ночью подойти, просто-напросто налить туда 2 литра сиропа. Ну и в дополнение скажу по поводу сетчатого дна. Донья я сейчас немножко поприкрывал для вентиляции, но и для того, чтобы меньше пчел не шпарило тут по этим донышкам, меньше шел запах. Но вентиляция все равно осуществляется через низ. Потому что вот здесь вот, посмотрите, литки сокращены. Здесь вот на 2 пчелы открыт верхний литок, ну и сантиметра на 4-3 нижний литок. Это позволит избежать воровства, семья достаточной силы, она не пустит других пчел, сможет отбить любую атаку. И таким образом ждем пока стемнеет, когда конкретно уже будет темно и пчелы не будут летать, тогда я начну раздавать сироп по кормушкам. Итак, наступил вечер, ночь, можно было и раньше закормить, но пока все поделал, приходится ночью это делать. Как видите, с такой кормушкой закармливать одно удовольствие в любое время суток, ночью можно взять и налить сироп. Значит, я не сказал еще, почему кормушку поставил ближе к правой стороне. Я заметил по опыту прошлых лет, что пчелы несут сироп в те рамки, которые находятся под кормушкой. Если кормушку передвинуть по центру, то они будут центральные рамки заливать и матки тогда хуже сеять. Пчела садится на вспышку, вообще я когда наливаю сироп, свет не включаю, у меня там светит издалека и не видно. Для видео пришлось включить свет. Поэтому я поставил кормушку в правой стороне, чтобы мне можно было залить те рамки, которые находятся, которые кормовые, первая, вторая, на третьей. То есть я так ставил, что они дополнят кормовые рамки, в которых уже много меда и начнут раскладывать его дальше. Использую я сахарный сироп собственного приготовления, инвертированный. Можете посмотреть видео, называется, как продлить жизнь пчелам, правильное кормление пчел. Почему инвертированный? Потому что он менее агрессивен для пчел, для его переработки требуется меньше времени, меньше усилий пчелы на это тратят. То есть они после закармливания позже отходят, еще способны выкормить поколение. То есть они уходят в зиму более сильной семьей. Этот сироп я готовил еще в феврале. Он у меня прошел пастеризацию. Все это в видео есть. Кому интересно, можете посмотреть, как это готовится. Сироп не пропал. Все отлично. Я его попробовал даже для того, чтобы пчелок подкормить хорошим сиропом. Ну и теперь вы видите, что вот эти решетки имеют отверстие. Соответственно сюда идет запах от сиропа. Для того, чтобы завтра, если вдруг чего-то за ночь они не заберут, я закрываю специально подушкой, чтобы сюда не шел этот запах. А если он там немножко и проходит, то никакие пчелы не пролезут. И таким вот образом происходит подкорм. Покажу вам рядом стоящий улей, который сироп налил до того, как снимал видео. Здесь видите, уже пчелы тоже его почувствовали и начали брать. Так, ну я выключаюсь, потому что пчелы летят на свет в моей камере. Это не очень хорошо. Всем спасибо за внимание. Ждите следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok